Всемирный день сна Справиться со всем этим, по словам сонолога, человек способен самостоятельно. Для этого необходимо создать комфортные условия в спальном помещении, подобрать правильное освещение и подходящую температуру. Перед сном хорошо выработать ритуалы сна, которые ежедневно повторяя из вечера в вечер, и мозг уже будет понимать, что когда человек начинает, открыл форточку, сходил, прогулялся, вернулся, принял душ. Душ не холодный тоже, опять-таки, и не горячий, а такой теплой, комфортной температуры должен быть. И мозг уже, когда это изо дня в день повторяется, становится привычкой, мозг понимает, что когда начинаются вот эти процессы, движение, форточка, чтение книги или еще что-то, и мозг понимает, что наступает темное время суток и нужно засыпать. В случае, если вас беспокоит плохой, неосвежающий сон, храп или остановка дыхания во сне, утренние головные боли, повышенное давление, вы можете обратиться за помощью к врачу-сомнологу, специалисту по проблемам сна. Алсу Саттарова, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс.